и снова здравствуйте всем привет и так вот под набросал я значит на персонажа экстрактом вот эту значит шмотку потом добавил сферу чуть-чуть тут потянул это тоже сфера сделал значит чупец такой shift z давайте посмотрим что у него тут вот у него один чуп я сначала думал два в принципе нет один пет и значит как это дело вытягивалась не стал я снимать полный процесс голову не пришлось значит больше регулировать так это значит где у меня тут это вот выходит вот такая штукенция так первый раз попала на я надо я ног не вижу надо как-то подгадывать вот получилась вот такая штука так это z вот такой персонаж значит смотрим как все попало так где она тут кисточка стандарт и если вот все это дело так через аль персонажа выбрать вот нарисовать вы видите что попадает тут и подбородок и глаза все это дело зашибись так а вот так уже по-другому он выглядит но если вернуть так control shift z вот если вернуть вот эту штуку будет раскрашен персонаж увидите он как бы потоньше становится за счет вот этих вот раскраски боков и в принципе персонаж должен будет заиграть так что у нас тут получается так это тоже раскраску долой так это у нас экстракт это тоже экстракт пояс кисточки так кисти рук это значит по прошлым роликом уже я использую значит кисть базовую это вот они кисти рук тут в разных позах и значит это с программы скачанная если кому-то программа нужна это будет делать можно в позу ставить персонажа и но она для художников в основном забыл как называться диплот по моему то могу почтой выслать потому что выложить я ее пытался в вк такие программы не пропускает значит модерация так погнали теперь так подставим нашего персонажа вы видите что все попадает я чуть-чуть значит отвел ногу в бок потому что но это выверт вообще шиздец какой получился так что тут еще давайте попробуем какую штуку даем можно его конечно еще тут потоньше сделать это потом сейчас давайте alt выберем вот эту шмотку так как она тут поможет нам значит нарисовать и чтобы вот эти вот пазы значит замаскировать а потом выдавить по прошлому ролику так делаем control д добавляем еще дивайдов чтоб чуть-чуть это все дело было так вот получается здесь должны быть складки вот эти так мы их сейчас так ремень подгоним значит это мофта полот же ремень ашу тут должен быть его повыше так сзади все нормально теперь выбираем материал белый вот это дело надо будет закрасить так здесь тоже почистим и потихоньку наверно попробую черным цветом вот эти вот полоски прорисовать так это полоса уходит подальше вглубь это уходит на стек здесь вот сейчас будет бляха так это полоса она вдавится значит нужно ее сейчас будет стереть так это тоже проводим английская c стираем ненужная так теперь c на черный цвет все это прорисовываем так тут полоса идет поровнее так вот сзади я не знаю как у него там z это у меня скриншот другой ну тоже там полоса да потом тут полоса идет тут полоса ну как то так наверно так здесь что у нас получается если shift z отзеркалить нашу картинку то возможно получится и на эту сторону значит все это дело переместить а ну-ка так и здесь наверно еще один добавим так так тут теперь поровнеем и здесь как бы складку какую-нибудь запарим так это значит пускай тоже нарисовано будет на будущее вдруг пригодится для какого-нибудь дела так по примитиву да давайте пока так делаем маскинг а потом подкорректируемся так делаем маскинг маск би колор маск би интенсив проверяем что у нас где маска назначилась так все нормально на ctrl z включаем кисточку клей build up и значит пробуем вот это все так хорошо тут еще глину поставить в ней лучше лепить так это значит получается складка потом вот эта складка так вот так как-то поровнее тут потом по низам пройдемся только потом здесь пройдемся так сбоку чуть-чуть накинем вот этой штуки так здесь побольше потому что у нас здесь должна быть хорошая такая складка потом здесь только по низу под ремень так потом здесь чуть-чуть складки тут чуть-чуть треугольник кому так складку делаем и тут тоже треугольником так и здесь по канту тоже побольше под надуем вот так снимаем маску и значит все это дело стираем так белый кант с кисточка стандарт и во так это уже есть гуд это есть уже хорошо теперь вот это все выгладим и посмотрим как она преобразуется а потом уже погладкой будем что-то надувать что-то дополнять так кисточка клэй билдап я работаю на двойке или на тройке вот на интенсивности так здесь значит чуть-чуть накидываем и утончаем внизу потому что под пояса шло а здесь треугольником как бы ну по ноге накид делаем тоже это все дело выглаживаем так сейчас до корректируем вот эта складка под ремень так сильно не должна быть через альт чуть-чуть мы сейчас тут чуть-чуть так тут чуть-чуть пройдемся здесь на треугольничек так на shift так побольше выглаживаем без страху и пройдемся здесь вот по канту значит вот так вот вот эта шишка не нужно конечно нужно и помягче сделать ну и юбку тоже где-то тут заполнить какие-то части где-то что-то тут посгладить и главное чтобы вот здесь вот тоже складка шла так одна как бы по верху и одна как бы треугольником здесь вот к поясу вот таким вот образом так это уже в принципе чё ну симпатюшно симпатюшно так теперь у него shift z есть обувь это простенькие такие тапки с лямкой и верхней да так вот здесь щиколотки наверное еще как бы потоньше надо сделать да вот так на щиколотки наносим вот этот кант делаем экстракт с дублированием интенсивность чуть поменьше так отсыпь снимаем и все это выглаживаем ну вот уже вроде бы как есть потом можно это все дело обрезать и сделать поровнее ну в принципе пусть по мультяшному будет не столь прям важно теперь добавляем append добавляем cube выбираем alt левая кнопка мыши cube значит так с помощью транспоза уменьшаем делаем толщину тапка так теперь делаем scale и растягиваем бац подставляем к ноге так это вот тонковато ну где то вот так пусть будет тапок так и как бы его теперь этако обрезать да смотрите ставим прозрачность так сначала давайте сделаем дайномеш вот этому кубу побольше прям детализации дайномеш так 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 и как бы и так оно прозрачность будет видно не вижу а вот так стоп тут со светом вообще не как да н а вот так а вот так тогда вот мешается нам весь персонаж ну тогда будем резать ctrl shift тут опять же лассо а там тогда подкорректируем опа и что получится а ну-ка дайте проверим я так ни кота не делал бац о получилось так и что тут так теперь значит есть ctrl c 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 по пятке да опа мофт опологи чуть-чуть вытягиваем чуть-чуть уплотняем уводим где-то в центр так вот что получилось не есть good да вот таким вот образом тогда она обрезала без внутренней части значит что мы сделаем мы ее поднадуем деформация значит inflat сделаем дайна мэш потом все это дело придвинем делаем дайна мэш и выглаживаем так как то так то так и чуть-чуть приподнимем на вот здесь чтоб лапу ногу не вминать тут же все равно это где как его не плашка стопишь у него так теперь значит можно смело так теперь можно смело прям по ноге что там у нас получается что там у нас получается так тут чуть-чуть побольше тут прям можно поменьше ну и тут к пальцу чуть-чуть побольше на тут по округе так так теперь значит делаем трим курс бамс так поровней как нибудь да давайте попробуем поровней сделать давайте попробуем поровней сделать бамс так альт зажимаем так 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 нормально ладно теперь прозрачность убираем выбираем нашего персонажа маскируем по самые пальцы контрол д контрол д так вылетел у меня изображ благо сохранился ладно теперь у нас получается экстракт подправим пусть будет чуть-чуть кривовато так ацепт и вот опа вот эти части можно удалить control w так геометрия модифита пользы делал хитом можешь есть это вот запчасть затем нам дублированный персонаж просто двумя масками был так ну вот как-то как-то значит о вот такой получился нас башмак мофта положить это подтягиваться пустот не было потом при объединении нашего персонажа чё там и вот этот тапок тоже мира так вот эту штуку можно выбрать и trim проекта ну попробуем близко не берем краю об обрезать а ну-ка что получается так это где у нас тапок все делаем дай на мэш геометри мира и значит тут эту штуку надо немножко подтянуть так а ну-ка что тут у нас вот чуть-чуть ушла не беда она должна у нас зайти в тапок и у чуть-чуть кант надуть вот и подальше геометрия геометрия shift z так раз вылетел вылетел за браз значит нужно найти еще что у него там по обуви да нам дать эту картинку с мультфильма посмотрим как он вообще выглядит так и у него тут еще пятка должна быть так выбираем вот эту штуку вот так вот control чуть-чуть наверное вот таким образом а здесь control alt чуть-чуть с выкружкой не знаю что это у него там за такая пятка ну пойдет чуть-чуть еще наверно 10 так округлим и можно низ еще оставить control alt тогда раз округлили пусть сзади будет только полоска делаем экстракт так теперь control alt зачищаем ненужную территорию там видели как артефакты есть вот чтобы их не было лучше почистить так теперь интенсивность чуть-чуть поменьше чуть-чуть побольше не надувать сильно так и значит все это дело выглаживаем выглаживаем ну вот получился вот такой вот тапок да теперь ногу и здесь уже можно чуть-чуть значит под закрыть типа пятку даем ну вот и так что персонаж готов теперь осталось его значит раскрасить так вот это что за ремень это значит ремень control w так что это такое ботинки control w control w dell hidden все зашибись так а это еще ремень откуда так а это еще ремень откуда и тут тоже такая же два ремня control w так теперь нужно еще а ну-ка shift z ага на ремень еще нужно вот это нарисовать складки и будет все зашибись выбираем clay build up выбираем brush выбираем automasking backface mask и давать вот так поменьше на троечку будет нормально так прокидаем так кантик потом значит где-то сбоку так еще где-то через alt поприкалуемся вот так здесь значит централку кинем вверх уходящую и тут тоже значит через alt и поднадуем вот так так попробуем давать его покрасить значит zed включаем кисточку стандарт выбираем rgb зад отключаем кисточку побольше выбираем нашего персонажа так подкрасили рисунок белый так что-то какой-то он темноватый ладно текстуру добавим кожи импорт вот такая плашка значит цвета кожи по прошлым роликам я тоже это делал показывал вы можете выбрать любой тон персонажу так это zed ну допустим раз ну тут будет на я получше более на кожу похож так отключаем все это дело смотрим что у нас там сзади где не докрасилась маску снимаем все докрашиваем так пустых мест чтобы не было выбираем теперь значит кисти рук через alt все это дело закрашиваем следом выбираем выбираем веки выбираем нижние веки все закрашено так это будет белое что на shift zed zed отключаем нашу флажку выбираем нашего персонажа так значит ремень это все белое давайте волос сначала покрасим так это значит zed выбираем alt левая кнопка мыши волос так c ну и вот этот тоже закрасим так ремень белый так что у нас там с обувью так а обувь у нас уже коричневая c так ну и не за потом надо будет сетку им переделать уже было заметно как она красится теперь кисточку поменьше и попробуем вот это все так так попробуем нарисовать сосок так теперь раз у нас тут свет пошел такой уменьшаем интенсивность так уберем платье вот это и это и так это нормально теперь получается что c и чуть-чуть вот это как бы сгладим во чтоб она 10 не бросалась так это нормально а вот теперь выберем этот цвет c и попробуем тут так что у него там так так и тут вот персонажа найти другого это текстура значит импорт рабочий стол я тут их по накидал так не понял а нет не то пока папка другая значит геркулес вот так и где он тут вот он так не тот тут в принципе сейчас подгадать брови и все так отделом тут еще так вот этот на и Продолжение следует... 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 так сейчас посмотрим после динамеш как там рот получится так control и в принципе пространство достаточно чтобы вставить зубы или потом можно уже будет его подкорректировать там другой программе в блендер допустим все теперь добавляем губу вот эту через альт можно там еще чуть-чуть поднавертеть в принципе губа хорошо получилось кривовасто тут ну у так и немножко округлим подбородок так здесь шифтом вниз вниз подберем под накидаем уши выберем нашего персонажа и теперь надо вот это все делаем подкрасить начать вот так по симпатюшней будет так по глазу значит рот нашу этот по чуть-чуть так так теперь чуть-чуть накидаем ноздри так кисточка маленькая и и и и и и и и Продолжение следует... Так, ну вот, получился вот такой персонаж по модельному листу. Все, теперь я делаю глаза, делаю развертку, вставляю рик и в принципе у нас будет и пегас и значит геркулес и будет сатир. Можно будет делать анимации. Дальше можно будет еще сделать этого Аида и значит Зевса. Ну лучше наверное сделать там, я не знаю, может окружением какими-нибудь заняться. Ну посмотрю. Все, всем пока, до свидания. Персонажа можно будет скачать в ВК, в группе, которую ссылку я кину в описании. Все, всем пока.